Музей Причем найден он был на свалке в парке Сейчас уже у нас здесь около 60 видов игровых автоматов Есть как повторяющиеся, так и единичные экземпляры С большим азартом играют у нас компании Особенно молодежь приходит, когда Бывают случаи, буквально на выходных у нас опять отломали ручку То есть она периодически из-за того, что там очень резко они двигают Настолько в них просыпает азарт, победить И вскрики будут отбывать Был один мужчина, он из Америки Достаточно долго он у нас тут ходил, осматривал все, играл И потом как-то подошел к нам на кассу, разговорились И в общем-то он говорит, что ему больше понравились наши автоматы Нежели их можно выпить чай, кофе, молочный коктейль попробовать Который, кстати, готовится на автомате советском Воронеж-2 79-го года Мороженое для него мы тоже очень-очень долго подбирали И теперь всегда только одно и то же заказываем мороженое То есть получается очень вкусно Стоимость автоматов составляла в среднем от 2,5 до 4,5 тысяч рублей То есть это очень большие деньги в советское время Практически машина Внутри, во-первых, используются различные механизмы сложные Цветной металл тоже присутствовал И прозрачный цветной пластик, который на тот момент, наверное, был таким инновационным материалом Эта игра отличается от той, которую, возможно, вы играли со своими друзьями на листах в тетради Сейчас мы запустим его Вот, и мы видим в окошко, как на горизонте начинают маячить вражеские корабли Цель игры — потопить все корабли В этом случае вы получите призовую игру То есть играете еще раз без монетки Вот это устройство у нас перископ С помощью него выбираете траекторию полета торпеды Вот, и с помощью вот этой кнопочки выпускаете ее То есть используется у нас принцип зеркального отображения На самом деле, если мы заглянем внутрь автомата Море у нас расположено вертикально Корабли движутся по обычной велосипедной цепи Существует 8 траекторий полета торпед И каждая из них — это просто 10 последовательно расположенных лампочек И в случае, если вы попадаете в корабль, загорается последняя, самая большая Которая имитирует как раз-таки взрыв У каждого советского школьника была тонкая металлическая линейка Примерно знали, где от монетоприемника располагается у нас панель техника И там у нас самая крайняя кнопка — это проверка При ее нажатии игра запускалась без монеты Это автосатуратор Это как раз тот прибор, который подводит газ То есть газирует воду И так на сиропе Изобретен еще в конце 19 века И его изобретателем считается человек, который основал компанию Швепс Один посетитель рассказал нам такую версию Что он посредством шелбана запускал копеечку эту Монетка попадала в отделение для трехкопеечной монеты И наливалась газировка сиропа Но срабатывало это, опять же, не всегда А в процентах 70-80 в случае Сиропов было раньше около 10 видов Сейчас у нас в наличии тархун и апельсин Кстати говоря, изготавливались раньше сиропы на Станкинском пищевом комбинате И именно там сейчас по след заказу изготавливают и для нас сиропы Вот так вот у нас здорово, замечательно, очень весело Поэтому мы будем рады увидеть вас у нас в гостях Я не знаю, насколько это можно на камеру говорить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!